Переводить часы или нет? Как это ни странно, но вопрос о переходе времени с летнего на зимнее оказался самым популярным в истории Еврокомиссии. В режиме онлайн в специальном опросе приняли участие 4 миллиона 600 тысяч человек, и это абсолютно рекорд для Евросоюза. До сих пор ни один из онлайн-опросов не набирал и полмиллиона голосующих. 80% тех, кто проголосовал на сайте Еврокомиссии, высказались против перевода часов в октябре. Они хотят оставить летнее время, а в Европе оно начинается в конце марта. Стрелка переводится на час вперед. Причем две трети тех, кто участвовал в опросе, это немцы. Видно, эта тема волнует их больше, остальных европейцев. Так, например, согласно немецкому опросу, 55% жителей Германии не хотят переводить часы, сбивать ритмы, вставать на час раньше. Причем среди пожилых людей, недовольных переходом с летнего на зимнее время больше, чем среди молодежи. Активнее выступают за отмену перевода часов и в Восточной Германии. Там против высказались 62% человек. Завтра в Еврокомиссии будут обсуждать итоги этого онлайн-опроса. До сих пор в Евросоюзе никак не регулировали эту тему, так как Брюссель неоднократно заявлял, что переводить или нет, должны решать сами государства, даже если в итоге соседи в какой-то период будут жить в разных часовых поясах, как это сейчас происходит с Португалией и Испанией, Швецией и Финляндией. В России несколько раз проводили реформу, связанную с переводом часов. В 2011 году указом тогдашнего президента Дмитрия Медведева было оставлено только летнее время, стрелки не переводились в октябре. Но после споров и недовольств в 2014 году решили все же вернуться к зимнему времени. Последний раз часы перевели 26 октября 2014 года. Мы тоже решили спросить наших телезрителей о том, переходить на зимнее время или нет, как они относятся к этой идее, и вот что они ответили. Не переходить – стресс для организма. Ученые уже десятки лет твердят о том, что практической пользы в переходе на другое время нет. Убытки из-за перехода во много раз превосходят то, что якобы экономится на электричестве. Европа богатая может себе позволить не переходить. Я против – эта архаика с экономией света должна остаться в 20 веке. После отмены перевода времени в России, после того, как отменили летнее время и оставили зимнее, стало лучше. Никаких заморочек вставать раньше, позже. Перестройки организма и света всегда хватает и, в принципе, думать об этом забываешь.